Финансовая подушка безопасности или накопление на черный день имеются только у 30% жителей Латвии. Один из 10 латвийцев вообще не думает о том, что будет с его финансами завтра. И вообще наши сограждане предпочитают тратить заработанное сегодня, а не откладывать на завтра. Вот такие результаты исследований были оглашены на открытии второго сезона работы денежной школы, которая помогает жителям разобраться в финансовых вопросах. Финансовые специалисты ожидали нечто подобное. Даже показатели прожиточного минимума, рассчитанные в Центральном статистическом управлении, и банковскими специалистами отличаются почти в два раза. Статистика дает прожиточный минимум в марте этого года 176 латов и 81 сантим. Жители с такими подсчетами не согласны. Очень большая часть жителей Латвии могли бы прожить с 200 латов или чуть больше 200 латов. А есть определенное число жителей, которым нужно 400 или даже больше. То есть каждый пятый житель утверждает, что ему нужно больше, чем 400 латов, чтобы удовлетворить свои повседневные потребности. Ну, в результате получается то, что получается 341 лат. Сумма рассчитана на каждого члена семьи и получилось из того, что кому-то достаточно обычного набора продуктов и услуг, а кто-то желает есть каждый день устриц. При этом думать о завтрашнем дне латвийцы не хотят. Подушки безопасности на черный день есть лишь у 30%. Если у наших жителей было бы хотя бы три зарплаты в качестве подушки безопасности, это действительно было бы уже очень хороший показатель. К сожалению, на данный момент эта подушка у большинства жителей не составляет даже одной зарплаты. Доходов жителей Латвии действительно не хватает на создание накоплений. Но привычки сограждан также оставляют желать лучшего. Большинство даже полученную просто так. С неба тысячу латов не хотят сохранить. Решив, что шальные деньги, надо прогулять. Примерно половина или больше, чем половина, утверждают, что они бы не прочь отправиться в какое-то путешествие или просто поразвлечься. То есть у нас мы все-таки имеем какой-то ген хедонизм. Такие привычки жителей формируются и образованием. По данным исследователей, накопления на черный день в основном делают люди с высоким уровнем дохода и образования. Андрей Якульев, Айверсцанс. Первый баланс.